МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу новостей на телеканале Обдинск ТВ. Здравствуйте! В студии Георгий Розоваев. И Дарья Человекова. Коротко о главном. Процесс отработан четко. Региональный многофункциональный миграционный центр, открытый два года назад вблизи индустриального парка Ворсина, ежедневно принимает около 200 иностранных граждан. Будь здоров! Обдинск присоединился к участию во Всероссийской акции и празднованию Всемирного дня здоровья. Забота о кадрах. В Малоярославецком районе, помимо уже работающего аграрного класса в Кудиновской школе, будет открыт агрокласс в Детчино. Обдинский Кван готовится к турниру. В субботу на стадионе Труд состоится первый матч весенней части первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона. На основании постановления регионального правительства в июне 2017 года вблизи индустриального парка Ворсина у северных границ Калужской области был открыт многофункциональный миграционный центр, способный ежедневно принимать около 200 иностранных граждан. За два года работы весь процесс оформления патенты на работу в России для иностранных граждан отладили настолько четко, что коллеги из других регионов теперь приезжают сюда перенимать опыт. Как сказал губернатор на открытии центра, в ближайшие годы экономике Калужской области дополнительно потребуется около 63 тысяч рабочих и специалистов. Часть этих вакансий займут посетители регионального миграционного центра. В его создании были заинтересованы и крупные промышленные предприятия, и представители малого и среднего бизнеса. Учли и мнение жителей Калужской области. Центр открыли за пределами поселения, чтобы он не создавал проблем для жителей. Начиная с идеи и с формулировки в законодательстве федеральном, а затем с постановления правительства Калужской области, мы выросли в организацию, которая как часы оказывает государственную услугу для иностранных граждан. Здесь иностранцы, прибывшие на работу в Россию, проходят медицинское обследование, сдают экзамен на знание русского языка, истории России, законодательство Российской Федерации и получают патент, дающий право работать в России. Мигрантам для оформления патента достаточно предъявить паспорт, миграционную карту и уведомления о постановке на миграционный учет. На территории нашего центра находятся несколько организаций, разноподчиненных, но они все участвуют в едином процессе, и мы осуществляем общее руководство. Обратившись в центр, трудовые мигранты получают полный комплекс услуг для того, чтобы сделать законным свое пребывание на территории Калужского региона. Все услуги предоставляются по минимальной цене и без посредников. Весь процесс предоставления услуг прозрачен. Это благоприятно сказывается и на имидже Калужской области, и страны в целом. Действия сотрудников миграционного центра регламентированы. Каждое помещение оборудовано камерами видеонаблюдения, а доход поступает в бюджет Калужской области. Исключается и возможность выдачи патента нездоровым людям или гражданам, имеющим проблемы с законом. К нам приезжала руководитель главного управления по вопросам миграции, госпожа Казакова. Она ознакомилась с нашим процессом, она провела его изучение, посмотрела, походила, поговорила с нашими сотрудниками и очень высоко оценила общая организация. Сообщила нам, что вот этот опыт, им обязательно нужно делиться, его нужно развивать дальше. Недавно сюда приезжали перенимать опыт из миграционного центра Калининградской области. Учились, как организовать поток мигрантов, так, чтобы не было ни очередей, ни жалоб. Ожидается обмен опытом с коллегами и из других регионов России. Елена Ершова, Максим Сечко, Обнинск ТВ. Обнинск присоединился к участию во всероссийской акции «Будь здоров» и празднованию Всемирного дня здоровья, которое традиционно отмечается 7 апреля. В городском парке Наукограда 4 апреля волонтеры-медики провели энерготочку для горожан. В городском парке состоялось очередное массовое мероприятие. В рамках 4-й всероссийской акции «Будь здоров» и «Всемирного дня здоровья». Организаторы энерготочки – это обнинские добровольцы городского отделения волонтеры-медики. Стартовала 4-я всероссийская акция «Будь здоров». Она проходит ежегодно в апреле месяце, в начале приурочена к 7 апреля, к Дню здоровья. Вчера мы уже провели флешмоб-зарядку ВТ. Сегодня мы проводим энерготочку. Это различные активности для населения нашего города. Участие в мероприятии приняли как взрослые, так и самые юные жители Наукограда. Для маленьких обнинцев были проведены различные тематические игры на тему здорового образа жизни и флешмоб-зарядка. С взрослым населением мы будем измерять индекс массы тела, рассказывать о правильном питании, спрашивать, что они знают о правильном питании, как себя уберечь от заболеваний, сердечно-сосудистых, онкологических и других особо опасных, допустим, даже инфекций каких-то. И тем самым мы будем профилактическую такую компанию проводить. Также все желающие могли сделать флюорографию, так как в этот день здесь работал специальный передвижной флюорографический комплекс. Мы будем профилактику туберкулеза проводить, выявлять заболеваемость среди населения города Обнинска. Если вдруг мы что-то обнаружим, мы будем связываться с пациентами и приглашать их на лечение, либо до обследования какое-то. Завершающим мероприятием акции «Будь здоров» станет «Брейн-ринг», который пройдет 5 апреля среди учащихся пяти обнинских общеобразовательных учреждений. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. С правонарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства многие россияне сталкиваются постоянно. Порой, чтобы заставить управляющую компанию работать, приходится обращаться и в администрацию муниципалитета, и даже в надзорные органы. О том, насколько много проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Малоярославецком районе, спросили у прокурора Александра Малеева. Каждому хочется жить в чистом и отремонтированном подъезде, и чтобы с потолка при этом не капало. И в связи с этим, объясняет прокурор, в жилищно-коммунальной сфере так много болевых точек. В прокуратуру от граждан поступает множество жалоб. Отсутствие капремонта, некачественное оказание услуг управляющими компаниями, недостаточно теплые батареи, неубранные придомовые территории и многое другое. Но здесь ничего страшного нету. Будучи специалистами, юристами, наши сотрудники могут в каждом конкретном случае посмотреть, в чьи полномочия входит решение, поставленное гражданином проблемы, и направить заявление именно в тот орган, который вправе проблему устранить. Если же жалобы по определенным адресам идут регулярно, и объяснения ответственных за решение проблем в ведомстве не удовлетворяют граждан, то прокуратура проводит проверку. Впрочем, подчеркивает прокурор, главный орган контроля в сфере жилищно-коммунальных отношений все-таки государственная жилинспекция, и большинство обращений перенаправляется туда. Говоря о коммунальных проблемах, затронули происходящее в доме номер 32 по улице Подольских курсантов. Там с 2007 года жители тщетно пытаются добиться капитального ремонта крыши. Несколько квартир нуждаются в реставрации, а руководство района и города на взывание о помощи до недавнего времени почему-то не отвечало, уверяют жильцы. В настоящее время заявление к нам поступало, и мы его как раз и перенаправили в государственную жилищную инспекцию. И я думаю, прежде чем что-то прокомментировать, нужно дождаться ответа именно от этого уполномоченного органа, который работает как раз в сфере ЖКХ, и который должен рассмотреть вопросы, связанные с капитальным ремонтом. Высказался прокурор и касаемо бездействия чиновных лиц, о котором говорили жители на встрече с руководством района. Поскольку прокуратура не занималась домом номер 32, необходимо тщательно ситуацию изучить, чтобы уже говорить предметно. Возможно, потребуется прокурорская проверка. Нам нужен повод и основание. Давайте мы будем рассматривать ваше сегодняшнее заявление как повод для проведения проверки. И мы ее начнем. Срок проведения прокурорской проверки составляет 30 дней. По ее результатам уже можно будет предметно говорить, действительно ли круг ответственных лиц бездействовал, и это привело к усугублению ситуации с домом номер 32 по улице Подольских курсантов. Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 3 апреля обгинские правоохранители занялись расследованием обстоятельства кражи, которая произошла на улице Гагарина. По словам заявителя, в первой половине дня он находился в одном из отделений почты, а после отправился в ближайший магазин за продуктами. Каково же было удивление пенсионера, когда он не обнаружил в сумке кошелька. Дедушка сообщил, что в нем находились банковская карточка и деньги в размере 7 тысяч рублей, которые он только получил на почте. Возможно, что весомую помощь в расследовании этого дела полицейским помогут записи с камер видеонаблюдения. И снова о происшествиях на дорогах. В 11 часов на улице Белкинской, 44, было зафиксировано небольшое ДТП. По предварительным данным, водитель маршрутного такси решил объехать трактор справа, но не рассчитал дистанцию и допустил столкновение. Скорость транспортного средства была небольшой, поэтому ни водители, ни пассажиры микроавтобуса не пострадали. В 15.30 по адресу Киевское шоссе 37 случилось досадное дорожное происшествие. Водитель за рулем длинномера, выезжая с территории предприятия, задел фару припаркованного на стоянке автомобиля марки «Датсун». Сотрудники ДПС прибыли на место происшествия и оформили протокол. Буквально через полчаса ДТП произошло на проспекте Маркса. Владелец автомобиля марки «Шевроле» остановился перед зоной пешеходного перехода «Пропустить человека». Следовавший за иномаркой водитель грузовой «Газели», видимо, не ожидал такого маневра и в итоге протаранил заднюю часть кузова машины. Участники аварии не пострадали, и пешеход покинул место действия без травм. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания «Обгенск ТВ». В прошлом году в Малоярославецком районе был открыт аграрный класс в Кудиновской школе. Речь о том, чтобы такой же появился в школе Детчине, идет уже давно. 3 апреля в Детчинском аграрном колледже прошло совещание, на котором вопрос об открытии был рассмотрен вновь. Задача агроклассов, чтобы наши старшеклассники уже сориентировались, учась в 10-11 классе, определились с выбором своей будущей профессии. И мы бы хотели, чтобы они стали аграриями. Обучаясь в агроклассах, дети имеют возможность проходить практику и знакомиться с трудовыми коллективами тех предприятий, где в будущем, возможно, будут работать. Они получают представление о различных профессиях сельхозотрасли, о том, как именно работает то или иное производство. Все это нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов, которые бы могли пополнить кадровый состав аграрных предприятий региона. Региональное руководство рассматривает возможность открыть такие классы не только в Малоярославецком районе, но и в Медынском и Перемышельском. В этих районах у инвестора есть сельскохозяйственные предприятия. В том числе мы в этом заинтересованы, работать с теми школами, которые рядом к нам. Они видят, как работает наше предприятие, в том числе родители работают на данных предприятиях, и школьники ориентированы немножко на другие профессии и потребности. И мы, с своей стороны, конечно, в первую очередь рассматривали базы школ. В оснащении необходимым оборудованием и в организации процесса обучения помогает инвестор. Среди педагогов и преподавателей из Калужского филиала Тимирязевской академии и специалисты предприятия инвестора. Опыт организации и занятий у Эко-Нивы есть. Наметили на ближайшее время уже план мероприятий. Сегодня мы смотрим детчина. Я думаю, что в ближайшие несколько недель мы просмотрим помещения и школы в Медынском районе и в Перемышельском районе. Составим план, график работ и приступим к выполнению. И в первом сентябре откроем как минимум три агрокласса еще дополнительно на территории нашей Калужской области. Инвестор выберет наиболее подходящее помещение и на следующей неделе даст окончательный ответ. На базе школы или на базе колледжа будут проходить занятия. Если никаких трудностей не возникнет, региональное министерство образования даст добро на реализацию учебной программы. С первого сентября детчинский агрокласс начнет работу. Дмитрий Глухов, Максим Сечко, Обнинск ТВ, Детчино. В субботу в Обнинске на поле городского стадиона «Труд» состоится первый матч весенней части первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона. Обнинский «Квант» будет принимать московская торпеда. На одной из последних тренировок «Кванта» побывал наш спортивный обозреватель Николай Хнычков и убедился в том, что команда к турниру готова. Так уж получилось, что согласно расписанию весенней и летней части первенства, соперники нашему «Кванту» выпало играть с безоговорочным лидером турнира «Столичным торпеда». Болельщикам напомним, что игра первого круга завершилась со счетом 1-0 в пользу московских футболистов. В субботнем матче обнинской команде предстоит нелегкая борьба, потому как играть придется ослабленным составом. Из-за травм не выйдут на поле Тигран Геворкян, Владимир Тараканов, Федор Болтунов, Алексей Сергулев под вопросами участия Сергея Захарова. Тренерам не позавидуешь, придется выпускать необстрелянную молодежь, не имеющую опыта игр в среде профессионалов, что и показал последний контрольный матч на московской проигранной 1-4. Много травмированных, конечно, надо будет думать, почему так, может быть, с нагрузкой переборщили, перешли с зала на улицу, трудно сказать, потому что в основном мышечные травмы. Ну и травмированных много, ну и так в целом я бы таких выводов не делал больших, потому что играл 55 минут, скажем так, играл состав приближенный к основному, 1-2 проигрывали, но так в целом игру держали, я бы сказал. И потом мы выпустили на 35 минут, вот первый-второй год ребята юношей фактически, и, конечно, им там совсем тяжело стало уже. Поэтому, ну, по товарищеским матчам, как бы я далеко бы вывода не делал, какие-то такие глобальные. Ну, а так в целом, так понятно, что нам тяжело, нам и в прошлом году было тяжело, я думаю, в этом будет не легче. Вратарь команды Виталий Яковлев особого значения результата контрольной игры не придает и заверил, что игроки, подготовленные к началу чемпионата, хорошо. Команды готовы достаточно хорошо, не считая там несколько травм, а контрольные игры, они как бы всегда наигрывание схем каких-то новых, что-то еще. А то, что как именно физически готовы, прошли хорошую подготовку, я считаю, достаточно хорошо готовы. Надеюсь, что правильно работали. В субботу ожидается приезд серьезного десанта, московских болельщиков, и потому у руководства «Кванта» есть определенные опасения в плане безопасности. Но правоохранители пообещали, что все инциденты будут пресекать, да и с торпедовскими фанатами работа ведется. Хочется, чтобы получился праздник, мы как-то связываемся с ними, и обещают нам, что они достойно будут себя вести. Мы их, я думаю, с этим дружелюбно, гостеприимно. И я думаю, хотим, чтобы этот матч вошел в историю нашей команды и таким стартом заделал на весь сезон. Для болельщиков, для привлечения людей, чтобы это получился праздник. Конечно, очень хотим, чтобы так было. Начало матча в субботу, 6 апреля в 14.00. Поклонники команды «Квант» придут поддержать своих любимцев и надеются, что игра будет интересной, содержательной, а результат победный. Николай Хнычков, Сергей Мокрецов, телекомпания «Обнинс ТВ». Наша программа подошла к концу. Напоминаем, что с новостями этого выпуска вы также можете познакомиться на интернет-сайте телекомпании и в группе «Обнинск Онлайн» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. А мы желаем вам всего доброго и прощаемся до завтра. Редактор субтитров А.Семкин